Здравствуйте, это видео-версия издания «Военное дело». В сегодняшнем новостном блоке я расскажу вам следующее. США выделяют Киеву новый пакет военной помощи. Российский автомат АК-203 станет основным на вооружении армии Индии. Именно оборона Украины приказала вооруженным силам изменить стройной шаг в 2021 году. США выделяют Киеву новый пакет военной помощи в объеме 125 миллионов долларов. Пентагон планирует предоставить вооруженным силам Украины военную помощь на 125 миллионов долларов. Такое заявление сделал пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. В американском военном ведомстве отметили, что помощь в сфере безопасности заключается в подготовке вооружений и консультировании. По словам Кирби, данные действия подтверждают готовность Вашингтона предоставлять Киеву оборонительное вооружение, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии. Стоит отметить, что в свою очередь Россия неоднократно предупреждала об экскалации конфликта в Донбассе в случае поставок вооружений Киеву. Российский автомат АК-203 станет основным на вооружении армии Индии. Посол Индии в России Датла Балавин Катэш Варма в своем интервью журналу «Национальная оборона» заявил о перспективах для российского автомата Калашникова АК-203. На данный момент Минобороны Индии рассматривает вопрос о том, чтобы сделать его основным оружием вооруженных сил страны. При этом АК-203 будет выпускаться на территории Индии, что существенно ускорит поступление автомата в индийские войска. Российский АК-203 заменит индийский автомат «Инсас», используемый армией, с 1998 года и уже не отвечающий современным требованиям. При этом Индия планирует поставлять АК-203 на экспорт. Соответствующий пункт отражен в контракте, подписанном обеими сторонами. Минобороны Украины приказало вооруженным силам изменить строевой шаг в 2021 году. Подразделения вооруженных сил Украины перешли на новый строевой шаг. Уже проведена первая тренировка по новой походке. Занятия прошли в отдельном президентском полку имени Богдана Хмельницкого. Во время показательных занятий были продемонстрированы движения одиночно и в составе шеренг. При этом показывалось на практике отличие нового строевого шага от старого. Основное отличие новой походки украинских военных – высота, на которую необходимо поднимать ногу при движении строевым шагом. Теперь ногу положено поднимать на 10-15 сантиметров. Планируется, что новый шаг украинской армии будет продемонстрирован на параде в честь 30-летия независимости Украины. Отмечается, что регламентами НАТО строевой шаг не регулируется. На этом пока все. Еще больше новостей вы найдете на сайте издания «Военное дело». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...